Молодой борец из района Чагантука и провинции Чочек восточного Туркестана Кастар-Пулат был арестован в июле прошлого года из-за публикации казахской песни в ТикТок, в которой упоминается защита национальных традиций, обычаев и религии. 20-летнего спортсмена обвинили в пропаганде религиозного экстремизма. Согласно информации, предоставленной радио «Свободная Азия» свидетелем концентрационных лагерей Бахытом Али, который проживает в Казахстане, Кастар-Пулат был задержан в июле прошлого года. За песню казахстанского артиста Дидара Камиева спортсмен был приговорен к 15 годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч юаней. 20-летний Кастар является победителем турниров, проводимых в регионе за последние три года. В Измире через 91 час после землетрясения из-под завалов спасли 4-летнюю девочку. Губернатор города Селим Кошгер сообщил, что девочка по имени Айла Гизгин стала 107-мым человеком, спасенным из-под завалов. Ранее была спасена 3-летняя Элиф Перинчек, находившаяся под завалами 65 часов. Министр здравоохранения Фахриддин Коджа сообщил, что состояние девочек удовлетворительное. Они находятся в отделении интенсивной терапии. Спасательным работам на месте разрушенных домов привлечены 7 967 человек и 25 служебных собак. Австралийская финансовая газета обнаружила базу данных, которая содержит личную информацию тысяч ведущих ученых в ядерной и других важных областях, включая адреса их родственников. По данным издания, база данных собирает информацию из открытых источников. Как сообщает Washington Post, информация, собранная китайской компанией Shenzhen Zhenhua Data Technology из социальных сетей и онлайн-форумов, предоставлялась китайским военным, правительству и коммерческим компаниям. База данных содержит информацию о 2 миллионах человек. Среди них не менее 50 тысяч – американские ученые-ядерщики и военные. Стало известно, что китайские корабли курсировали вокруг островов Сэнкака в Восточно-Китайском море, который контролируется Японией. Согласно заявлению береговой охраны Японии, к спорным островам подошли 4 китайских корабля, замеченные в прилегающей зоне за пределами территориальных вод страны. По данным информационного агентства Кьёда, с начала года китайские корабли ввели наблюдение за островами 283 дня. В октябре Япония передала китайскому правительству ноту протеста в связи с незаконным пересечением китайскими кораблями территориальных вод Японии и длительного курсирования вокруг островов. В столице Австрии проводится масштабная полицейская операция после того, как в понедельник вечером в центре города неизвестные открыли стрельбу. Согласно информации, среди пострадавших есть сотрудник полиции. Представитель Министерства внутренних дел Харрис Сёрыш сообщил австрийскому информационному агентству АПА, что убиты три человека, в том числе один из нападавших. По словам представителя управления здравоохранения Вены Кристофа Мейерау, пострадали 15 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Правоохранители призвали горожан не выходить на улицы. По данным местных СМИ, вооруженный инцидент имел место возле синагоги. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.